Все началось с маминой фразы в детстве – вот уедешь, заводи кого хочешь. И поэтому я теперь завожу кого хочу. И это не преувеличение. Анастасия Щербакова – хозяйка, пожалуй, самой известной собаки Барнаула. За ее страничкой в Инстаграме следит более двух тысяч человек. А дома у нее живет в общей сложности 25 животных. Две собаки у меня живут, мои самые известные товарищи – кошка. Живут рептилии. И, конечно, все, когда слышат цифру 25, они думают, что тут бешеные джунгли, и лианы, и все кошмарно. У меня три змеи, шесть гекконов сейчас живет, крысы и попугай, и улитки. Квартиру нельзя назвать тесной. Больше 40 квадратов. Но и этого для такого количества домашних животных может быть недостаточно. Пока четких норм нет, депутаты Совета Федерации только предложили властям, цитата, установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов. Многие говорят, что собака, например, вообще, если животное, не для квартиры. Хотя у меня вот они прекрасно, каждый там в своем углу лежит, их вообще не видно, не слышно. Захотели поиграть, подошли, поиграли. Террариумный уголок, например, сколько, ну там, три квадратных метра, условно говоря, занимает. Все зависит напрямую от условий содержания и от того, насколько человек адекватно свои силы расценивает. Если он скажет, что у вас квадратных метров не хватает для содержания собаки, что будете делать? Ну, квартиру больше. Ну, я вообще считаю, что если это большая собака, то она должна жить в частном доме, да, и на улице. То есть есть же определенные рамки приличия, да, если так можно сказать. То есть есть собака одна, но воспитывайте одну собаку. Ну, три уже как-то. В квартире, в рамках небольшой квартиры, это все-таки, наверное, много. Я слышала, да, что и 50 есть, кошек держат, и 100 кошек. Это ненормально. Зоозащитники с жителями Барнаула согласны, но не во всем. Конечно, когда в маленькой квартире бабушки содержат десятки животных, это неправильно. Но в тех же маленьких квартирах располагаются порой и частные приюты для животных. В Барнауле таких мест 10, и зверье там не просто живет. Их лечат, стерилизуют и социализируют. Просто ограничить количество, ну, это глупо. Не решит никак проблему, и, скорее всего, наоборот, увеличит количество бездомных, да, потому что куда той же бабушке или там к какому-нибудь частному приюту, куда девать-то тогда их? Выпустить опять на улицу или как? Опять же, это тогда противоречит закону об ответственном обращении с животными. То есть не право выпустить на улицу. А что с ними делать, если они уже там живут, их много? Анастасия Щербакова не от одного своего животного отказываться не намерена. Более того, планирует пополнить видовое разнообразие рептилий, купить еще пару гекконов и, может быть, еще одну собаку. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком.